Имитирующие дорожный знак таблички с надписью «Танки? Нет, спасибо». Появились на улицах в Чехии. Активисты их разместили по пути следованию колонн бронетранспортеров США, направляющих через территорию страны из Прибалтики и Польши в Германию. Власти выразили опасения, что недовольные граждане могут попытаться остановить передвижение техники. На странице активистов социальной сети военный марш НАТО назван ненужным и опасным провокационным военным маневром, который лишь усиливает международную напряженность. Чешское правительство одобрило проезд через территорию страны в конце марта военной техники США, возвращающейся после учений в Польше и странах Балтии к месту дислокации в Германии. Отмечалось, что в общей сложности в течение трех суток через Чехию пройдет 118 единиц техники, в основном бронемашин пехоты. Участники компании уверены, что простая передислокация военной техники превратится в своеобразный парад победы, во время которого военнослужащие США будут стараться поразить местных жителей своей военной мощью. Последний раз, когда транспортные средства, подобные этим, проезжали по территории Чешской республики, это были советские танки, которые прибыли, чтобы воспрепятствовать к демократическому переходу в 1968 году. «Мы не хотим, чтобы подобного рода техника когда-либо еще раз появлялась здесь», заявила Тана Беднарова из организации «Мир без войн и насилия», которая оказывает непосредственную поддержку компаний в Чехии. Необходимо отметить, что обычно подобное перебрасывание техники происходит путем доставки по железной дороге. Однако сейчас, когда особенно чувствуется напряженность в отношении между РФ и США, американское командование приняло решение о самостоятельном проходе военизированной колонны по территории стран-участниц Североатлантического альянса. «Вся идея в том, чтобы продемонстрировать жителям союзных государств, которые живут в непосредственной близости от Медведя, что мы рядом. Президент Путин постоянно упражняется в свободном перемещении. Он регулярно перебрасывает военнослужащих и технику, когда хочет и куда хочет по всей России», заявил главком американского контингента в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok